Друзья, всем привет! У нас в обзоре сегодня проект, который называется W12. За последние пару лет мир инвестиций буквально перевернулся. И если раньше инвестиции в технологическое предпринимательство были доступны только фондам и крупным частным инвесторам, то теперь инвестором может быть любой человек. Как и в любой начинающей отрасли, криптоинвестиции являются неотъемлемыми проблемами. Они похожи на тех, кто собирает средства и инвестирует их. Команда W12 Startup нацелена на устранение значительного слоя таких проблем путем создания блокчейна рынка ICO-проектов с поэтапным инвестированием. И сегодня мы поговорим об ICO этого проекта. Что такое и как работает? Платформа предоставляет возможность для проектов привлекать средства без каких-либо затрат, без необходимости в технической экспертизе путем создания среды, в которой путь проекта от идеи к прибыльному бизнесу очень короткий. Концепция платформы должна стать важной глобальной платформой, которая может изменить средства сбора средств. Платформа предоставит инвесторам доступ к созданию проектов на основе новой цифровой и децентрализованной экоэкономики. Протокол W12 Blockchain позволяет инвесторам привлекать средства через смарт-контракты только после того, как этап был завершен по дорожной карте. Выполнение этапа подтверждается путем голосования инвесторов. Несмотря на то, что рынок ICO растет так быстро сегодня, до сих пор нет простого способа купить токены на этапе ICO-проекта без значительных рисков для инвесторов. В то же время увеличивается стоимость привлечения средств для реализации проектов. Значительные затраты идут на маркетинг, консультантов и техническую помощь в проведении ICO, что оказывает негативное влияние на их реализацию. Одной из основных идей блочной философии является построение доверия между сущностями через интеллектуальные контракты и устранение посредников. Однако отношения между проектами ICO и инвесторами все еще не совсем такие. Команда решила создать инфраструктурное решение на основе блочной технологии для децентрализации капитала во всем мире. Технология W12 создала бы доверительные условия между проектами и инвесторами, не пропустила бы проекты, а увеличила бы прибыльность, снизила риски для инвесторов и предоставила возможность тысячам одаренных предпринимателей из любой точки мира реализовать свои проекты. W12 направлен на минимизацию рисков и повышение рентабельности на начальных этапах проекта для инвесторов во всем мире. Платформа предоставляет возможность для проекта привлекать средства без каких-либо затрат и без необходимости технической экспертизы путем создания среды, который путь проекта от идей к прибыльному бизнесу очень короткий. Концепция платформы должна стать важной глобальной платформой, которая может изменить средства и пора средств. Платформа предоставит инвесторам доступ к созданию проектов на основе новой цифровой и децентрализованной экономики. Платформа W12 будет состоять из следующих слоев. Рынок проектов. Веде предприниматели могут тестировать и совершенствовать свои проекты и идеи. Инвесторы выбирают лучший проект для инвестирования и отслеживания прогресса проекта по дорожным картам. Эксперты также могут зарабатывать токены проекта, помогая проектам выполнять свои дорожные планы. Система вознаграждения за контент и пользователей. Это платформа, на которой пользователи получают возможность откликаться на любой проект на платформе и голосовать за тех, кто хочет продолжать получать финансирование. В свою очередь они будут вознаграждены персональными рейтингами и жетонами. Децентрализованный обмен. Когда проекты на платформе будут добавлены во внутренний обмен после продажи токенов. Скам-счета, которые могут быть созданы менеджерами для привлечения средств инвесторов. Протокол W12-блокчейн позволяет инвесторам привлекать средства через смарт-контракты только после того, как этап был завершен по дорожной карте. Выполнение этапа подтверждается путем голосования инвесторов. Основные преимущества. Повышает доходность проектов на более ранних этапах более чем в 10 раз за счет покупки токенов и снижает риски для инвесторов. Возвращает до 95% средств, вложенных в нереализованный проект инвесторам. Предоставляет возможность ограничить продажу токенов инвесторам на ранней стадии на биржах сразу после ICO. Чтобы предотвратить падение цены на токен, когда проект активирует функцию Token Hold. Упрощает выбор проектов частными инвесторами и передачу средств профессионалам доверительного управления. Позволяет проектам быстро привлекать финансирование без первоначальных затрат или каких-либо специальных технических знаний. Создает инфраструктуру для децентрализации капитала и устанавливает новый стандарт безопасного инвестирования в проекты. Особенности для инвесторов. Разрушение старой модели ICO W12 создает экосистему, где инвесторы ICO могут покупать токены ICO проектов с меньшими рисками для них и многократно их прибыль в среднем 87 раз за период. Если проект не будет реализован, как представленные инвесторы смогут голосовать и возвращать неизрасходованные средства в соответствии с вехами из дорожной карты проекта. Особенности для проекта. W12 создает рынок протокол блока и автоматические смарт-контракты для сбора средств ICO без первоначальных затрат и специальных технических знаний. Эта модель может трансформировать текущий рынок ICO и помогает обнаружить тысячи талантливых команд и предпринимателей по всему миру. W12 – платформа нового поколения для безопасного ICO, в которой инвесторы получают полный контроль над средствами, привлеченными проектами. Здесь проекты могут привлекать финансирование без каких-либо затрат или конкретной технической экспертизы. Собранные средства выделяются на проекты сразу, а транши нет. Каждый транш соответствует КПИ, который проект должен получить для получения следующего транша. Если есть отклонения от дорожной карты, инвесторы могут решить, следует ли выделять дальнейшие инвестиции в проект или возвращать оставшиеся средства обратно инвесторам. На платформе W12 значительную роль будут играть эксперты, которые будут предупреждать вкладчиков о рисках, которые они видят в конкретном проекте. Доверительное управление также будет доступно. Эксперты за определенный процент будут управлять портфелем инвесторов, заниматься его диверсификацией. Если проект окажется мошенническим или по другим причинам не сможет вернуть дивиденды, инвесторы потеряют свои депозиты. Согласно международной статистике, 90% инвестированных проектов умирают до того, как они достигнут точки безубытности. С W12 проект не позволит своим командам достичь данного этапа дна. Что касается ICO, то многие эксперты говорят, что большинство из них являются мошенниками, когда основатели даже не намеревались реализовывать проект. Или они собрали средства, но на хайпах, не имея абсолютно никакого опыта в предпринимательстве. Даже если у основателей есть опыт в предпринимательстве, то огромные деньги их расслабляют, и они тратят их не так эффективно, как представлено в отчетах. Развитие опаздывает, а проникновение на рынок замедляется. Также проблема заключается в падении цен на токены при входе на биржу. Это происходит потому, что слишком много токенов распределено для любых служб. Для разработки в баунки, советники, аирдроп и т.д. Кроме того, процесс распределения не организован правильно. Поэтому при входе на биржу происходит свалка и обвал в цене токена. В результате чего вкладчики теряют большую часть наложенных денег. Во многих случаях цена растет и во много раз превышает первоначальными со временем. Но это происходит все меньше и меньше. Конечно, следует отмечить неопытность инвесторов. Они оценивают проекты самостоятельно, не имея опыта и не зная, на что обратить внимание. Эта стратегия, палец в небо, все больше ведет к потерям. Что касается самого ICO. Название токена V12. Смарт-контракт Ethereum. Начало ICO стартовало 27 июля. Хардкап проекта составляет 22500 эфира. Распределение токенов выглядит следующим образом. Актуальность W12 созрела. Это отличная идея вкладывать проекты по этапам, а в студии несоответствия возвращать инвестиции. Проект хорошо принят сообществом, о чем свидетельствуют высокие рейтинги в действиях ICO. Друзья, на этом у меня все. Все необходимые ссылки я оставлю в описании под данным обзором. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok